Первый выступающий – это Джон Берр. Он профессор патристики в Свято-Владимирской семинарии и в Амстердамском свободном университете. Он получил степень доктора в Оксфордском университете в 1995 году. Он выпустил довольно много публикаций. И сегодня отец Джон будет говорить о смерти как о последней границе. Пожалуйста, отец Джон. Спасибо большое. Я очень рад с вами быть здесь. Спасибо за приглашение и за ваше гостеприимство. Мы учимся. Мы живем надеждой. Надеждой Бога, который проявился в Христе. Мы это хорошо поняли из того, что сказали дети в этом видеоролике. Мы живем в вере, но мы в кризисе. Он мешает нашей надежде. Корни этого кризиса можно найти в двух явлениях последних веков – в индустриализации и в урбанизации. И последствия этого кризиса расширяются. Они экономические, этические, биоэтические, антропологические и теологические. И они достигают поистине эпических масштабов. Тогда как это все приносит благо тем немногим, кто имеет возможность извлекать из этого пользу, оно имеет глубокие и тревожащие последствия для человеческой жизни. И я считаю, что они недостаточно проанализированы и даже недостаточно признаны. Я имею в виду радикальные, даже тектонические изменения, которые произошли за последние века в нашем западном обществе, и которые мы еще недостаточно осознали. Мы живем в радикально ином мире по сравнению с нашими предками, жившими всего несколько поколений назад, не говоря уже о тех, кто жил несколько тысячелетий назад. В последние века современная медицина, благодаря научным исследованиям, развитию технологий, реорганизации общества добилась небывалых успехов в борьбе с болезнями, победив те недуги, которые в прошлом могли уничтожить население. И потом я вернусь к цитатам, которые на листе. Сейчас у нас есть доступ к медицине, которую наши предки не могли представить себе. Можем по праву быть уверенными в том, что многие недуги, которые в прошлом считались неизбежными и неизлечимыми, могут быть побеждены. Сейчас у нас есть понимание того, что практически любое заболевание можно вылечить, так что мы можем жить дольше и процветать с радостью и надеждой. Но это повлекло за собой значительные изменения. Например, Жан-Клод Ларше отмечает в своей книге «Теология болезней», что развитие медицины только с точки зрения натуралистического подхода способствовало объективизации болезни, превращая ее в вещь в себе и в себе, и для себя. Это значит, что болезни – это что-то физиологическое и независящее от личности больного. Так что вместо того, чтобы лечить пациента, пациента же тот, кто страдает, врачи сегодня лечат болезнь или больной орган, используя для этого все более сложные и абстрактные технические средства. Так они обезличивают медицину или отделяют пациента от его болезни. Второе – это значит, что пациенты вовсе не лечат, наносят удар по болезни, концентрируются на больном органе и работают над ним, но никто не пытается помочь пациенту понять или найти смысл в страданиях. Все, что пациенту остается, это обратиться к врачу, в руках которого судьба человека. Больше не лечат пациента, как того, кто страдает, а наносят удар по болезням, тогда как пациент страдает от лечения современной медицины, надеясь таким образом достичь оздоровления и облегчения, и вернуться в итоге к жизни. То есть врач превратился в современного священника, как сказал Мишель Фуко. Он священник нашего времени, сказал Фуко. Тот, кто может спасать жизни, и кто имеет власть над жизнью и смертью. Подумайте об этом. Если вы заболеваете, вы идете к врачу или к священнику? Так что сейчас мы дошли до такого образа жизни, в котором мы не просто надеемся, но мы рассчитываем на то, что в нашей жизни не будет боли, болезней и страданий. Мы рассчитываем на то, что мы спасены от эндемических болезней, с которыми сталкивались наши предки, и мы думаем, что мы в итоге абсолютно сможем избавиться от этих страданий и от болезней. Надеемся ли мы на это? Как я уже сказал, мы живем в мире, который радикально отличается от мира наших предков. И может, доведя это рассуждение до конечного уровня, оно более всего истинно в нашем понимании смерти. Потому что я бы сказал, сегодня очень немногие люди на Западе, в Западной Европе, в Северной Америке, очень немногие люди видят смерть. Да, мы знаем, что люди умирают, мы слышим постоянно о катастрофах, иногда мы видим тела умерших, но в сравнении с тем, что было всего 100 лет назад, мы видим значительную разницу. В начале 20 века большинство людей сталкивалось с тем, что кто-то один или несколько из братьев или сестер умирали в детстве, и что один или оба родители умирали до того, как дети становились совершеннолетними. И в современном мире наши родители живут дальше, даже когда мы сами уже превысили среднюю продолжительность жизни прошлых поколений. В наше время многие живут до 70 лет, а их родители еще по-прежнему живы. Они не видели, как кто-то умирает. Мертвых братьев и сестер, родители, друзей и соседи, оставляли дома, в гостиной. Друзья и соседи скорбели о них, читали молитву, близких готовили к похоронам до тех пор, пока они их не уносили в церковь, где их предавали Богу и хранили в земле. И такое в то время случалось бы с нами постоянно. Это бы случалось с нашими друзьями, соседями в нашем городе. Сегодня же тело умершего уносит как можно быстрее. Я знаю, что у нас перевод. В Северной Америке есть только два способа, как можно умереть. Первый — это несчастный случай, например, авария. Или второе — можно умереть дома. Но если вы умерете дома, должен прийти священник, чтобы выяснить, что случилось. То есть ситуация абсолютно иная. Это аномально, это исключение, если вы умираете спокойно дома. Или в иных случаях — это смерть в больнице или смерть во время несчастного случая. Сегодня же тело умершего уносит как можно быстрее, отдает руки профессионалам, похоронных дел, мастерам, которые бальзамируют тело, чтобы оно выглядело как можно лучше. В Северной Америке тело ставится в похоронном бюро под розовые лучи, чтобы оно выглядело более живым. Чтобы мы сказали, «Я никогда не видел, чтобы он так хорошо выглядел». Потом, во время отпевания, крышку гроба закрывают, или, как в наше время чаще случается, вообще нет никакого отпевания, от тела избавляются в крематорий. И позже проходит так называемая поминальная служба, где человека воспевают, а он при этом телесно не присутствует. Это происходит через несколько недель. Все это показывает очень неоднозначное и неприятное отношение к телу умершего. Хоть мы больше и не видим смерть, наше внимание все больше приковано к телу. Мы тренируемся и заботимся о своем теле больше, чем какое-либо предшествующее поколение. И мы можем это делать под покровом христианской теологии, утверждая, что это наша воплощенная вера, в которой тело — храм души. И поэтому нужно сделать все, что возможно, чтобы сохранить свое тело для Святого Духа. Что касается смерти, то мы отбрасываем смертную оболочку и думаем о личности, которая освободилась от тела. Сегодня мы можем сказать, что мы живем как гедонисты и умираем как последователи Платона. Мы всю жизнь живем для тела, и потом, когда мы умираем, мы говорим, что мы освобождены от тела. На самом деле, сегодня мы больше не видим смерти. Когда я говорю «смерть», я имею в виду всю литургию смерти, о которой я говорил ранее. Мы не живем с ней, как с постоянной реальностью нашей жизни, как делали все предшествующие нам поколения людей. Выражаясь самым радикальным способом, можно сказать, что сегодня нас нужно убить, чтобы мы умерли. То, что называют смертью, можно продлевать бесконечно с помощью аппаратов в отделении интенсивной терапии. Их нужно выключить, чтобы пациент умер. Это напоминает мне строки Апокалипсиса, 9 глава. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. В конце прошлого века много обсуждался вопрос отрицания смерти. Стирание процесса смерти мертвого человека и самой смерти отмечалось и ранее. Например, Эрнест Беккер это отметил в своей произведении отрицания смерти. Но мне кажется, что проблема эта более глубокая и сложная. Если правда то, что Христос показывает нам, что значит быть Богом через то, как Он умирает, будучи человеком, он показывает нам, что значит быть Богом через то, как Он умирает, будучи человеком, смертью смерть поправ, то, проще говоря, не видя больше смерти сегодня, мы не видим больше лицо Божье. Если мы не видим смерть, мы не увидим лицо Божье. Если мы не видим смерть, у нас нет основания видеть, что жизнь на самом деле приходит через смерть. Что мы часто повторяем, если мы не видим смерть, наш горизонт ограничен, нынешним, этой жизни, ее поддержание, ее спасение. Врач здесь священник, тот, у которого есть власть, чтобы спасти жизнь. Это подобно раковой опухоли, которая, по сути, представляет собой клетки, которые отказываются умирать. Мы сами превратились в общество больное раком. Если мы не обратим внимание на эти перемены, связанные с жизнью и смертью, и не обратим внимание на ту ситуацию, в которой мы находимся в последние 50 лет, то может случиться, что мы поймем победу жизни над смертью из Евангелия в соответствии со своим собственным, современным пониманием медицины и лечения болезней. Лечения болезней, а не пациента. Когда мы слышим от теологов прошлого и настоящего, что болезни и смерть пришли в мир из-за непослушания человека, можно теперь подумать, что Христос просто повернул ситуацию наоборот. Он лечит больных, как в наше время может делать врач. Он победил смерть, чтобы мы могли жить. Он дает жизнь, как мы ее называем в наше время, полную жизнь. И мы используем в Америке слоганы «Чтобы было все и даже больше», или «Будь всем, чем можешь», мы так часто говорим в США, «Наслаждайся жизнью по полу». Но мы себя обманываем, если так думаем, если мы думаем, что мы не заболеем. Мы все равно заболеваем, умираем, как бы мы ни пытались скрыться от этого. Если мы признаем и смиримся с фактом своей смертности, может, мы сможем увидеть и более глубокий смысл в строках Евангелия и в рассуждениях отцов Церкви. Важна надежда. Не надежда, что мы освободимся от болезни, а надежда, что мы найдем в этом жизнь. Христос победил смерть своей смертью, и это требует от нас нашей собственности. Смерть в крещении, в том, что мы берем свой крест в свидетельствовании или мученичестве в течение всей жизни, вплоть до гроба, чтобы быть частью его жизни. Христос не просто победил смерть, но все равно в этом помещении все мы умрем. Но Он скорее, как сказано в послании к евреям, освободил нас от страха смерти, чтобы мы могли взять на себя свой крест и последовать за Ним. Бог не просто победил болезни и смерти, Он их будто бы повернул наоборот, даже во имя лучшей цели, чем для сохранения этой так называемой жизни, проявляя вместо этого новую форму жизни, жизнь самого Бога, жизнь жертвенной любви. Важно понять, что в сердце Евангелия большой переворот, и понять, как этот переворот происходит. Слишком просто начинать, очень просто это забыть, и очень просто начинать с выводов апостола Павла, и начинать с них, как с предпосылок, что, да, мы все знаем, что Адам принес в мир грех и смерть, и мы думаем, что Христос это ответ Христа на падение Адама. Бог создал все хорошо, Адам впал в грех, Христос это ответ Бога на грех Адам. В этом случае Христос был бы планом «Б». План А это то, что Бог создал хорошо, мы все испортили, и Христос все решил, и тогда получается, что Христос план «Б». Но Христос это не план «Б». Очень важно отметить, что размышления, которые привело Павла к таким заключениям, на самом деле обратно тому, что он выражает. до встречи Христа с Павлом по пути в Дамаск, когда он был еще с Авлом, он не думал о себе как о грешнике, который ждет спасения, который ждет, чтобы кто-нибудь спас его от смерти. Нет, он говорил, что он не порочен по праву закона, и он гордился своим происхождением настолько, что он преследовал христиан за их юридичество. только в связи с его встречей с воскресшим Христом, который своей смертью сотворил воскресение, только тогда он переоценивает ситуацию и все прочтение Священного Писания. Если есть тот, кто победил смерть, то теперь и только теперь стало ясно, что смерть это последний враг. Он начинает с Христа, который побеждает смерть, и потом он приходит к выводу к тому, что смерть это проблема. Но Христос решил это своей смертью. Если он спасение для всех, то теперь и только теперь становится ясно, что все нуждаются в спасении. Иными словами, сначала у нас решение, а потом мы видим, в чем проблема. И теперь проблема переворачивается наоборот и становится решением. Смерть проблема, но своей смертью Он побеждает смерть. Христос побеждает смерть. Решение показает то, в чем состоит проблема. Если проблему перернуть, оно становится решением. Такое мышление настолько противоречит нашему современному линейному мышлению, что оно может показаться парадоксальным. Например, одно из самых сложных для нашего понимания высказывания отцов в церкви — это номер один на бумажке, принадлежит святому Иринею Леонскому. И оно будет переведено для тех, кто не понимает по-английски. Посему-то и Адам назван у Павла образом будущего, потому что создатель всего слова предобразовал в отношении к себе самому будущее устроения рода человеческого через Сына Божия, так как Бог предопределил, чтобы первый человек душевный был спасен духовным человеком. Ибо когда предсуществовал спасающий и надлежало, чтобы произошло и спасаемое, дабы не попусту был спасающий. Это интересное высказывание. Если предсуществовал спасающий, надлежало, чтобы произошло и спасаемое, дабы не попусту был спасающий. Ириней не думает о плане А и плане Б. Он считает, что спасение, что все это одно. Творение и спасение для Ириней — это не план А и план Б. И можно понимать, о котором можно говорить только из этой отправной точки. И эта отправная точка в то же время завершает акт созидания, начатый в первой книге Моисеевой. Это отправная точка. И она, эта отправная точка в то же время, и завершающая точка. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И в Евангелии от Иоанна Христос говорит на кресте, «Совершилось». Я поговорю об этой теме через несколько дней. Таким образом, совершился изначальный Божий замысел, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Это Христос, настоящий человек. Как сказал Пилат перед распятием, «Се человек». То есть, единственное, что в первой главе книги Моисеевой не называется Божьим замыслом, там постоянно «да будет, да будет, да будет». Единственное, что его личный проект, единственное, про что он не говорит «да будет так», он скорее говорит «давайте сделаем». Это воплощается, когда мы говорим «да будет так». Только в свете воскресшего из мертвых Христа мы можем сказать, что смерть вошла в мир через грех Адама. Но, и это для нас важный момент, это значит и то, что только в свете Христа, воскресшего из мертвых, мы видим смерть как последнего врага. Этого последнего врага не просто отодвигают в сторону, его не просто упраздняют и стирают, а его скорее переворачивают наоборот. Теперь известен и способ, которым можно уничтожить соперника. Своей смертью Христос побеждает смерть. Мы это очень часто говорим, это победить смерть своей смертью. И это был конец изначально, теперь он стал и началом. Власть смерти над людьми, этот страх, который она сеет, ввергает нас в грех. Эта власть обезвреживается, чтобы мы могли сами добровольно умереть в крещении, взяв на себя в жизни крест и следуя за крестом. В этом отрывке от Иринея, который мы рассмотрели, он использует контраст апостола Павла между первым Адамом, в которого вдунули дыхание жизни, и вторым Адамом, который есть дух животворящий. Если первый Адам получил жизнь благодаря дыханию жизни, он мог использовать это дыхание не для себя, а на благо других. Второй Адам — это из первого послания к Коринфянам. Но Адам, как и все мы, с первого вдоха делает все, чтобы сохранить и защитить это дыхание, дыхание, чтобы укрепить его. Мы все делаем, чтобы сохранить наше дыхание с самого первого вдоха. Но дыхание, по своей сути, проходящее, временное. Его у нас забирают, и оно кончается, как бы мы его не защищали. Как говорит Христос, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Неважно, какую здоровую пищу вы едите, и как много вы тренируетесь. Но Христос продолжает. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Жизнь приходит через смерть. Если мы используем дыхание жизни для того, чтобы не жить для себя, а чтобы для себя умереть, чтобы взять на себя свой крест, и жить скорее для других, для Христа, для Царства Божьего, для ближнего, то этой жизни, которой мы начнем жизнь, жить не коснется смерти, потому что мы вошли в нее через смерть. Это жизнь Духа, жизнь, которая не может умереть. Мы появились не по собственному выбору, у нас не было выбора. Как говорил Кириллов в произведении «Беса» Духаевского, никто меня не спросил, хочу ли я родиться. Мы зарождаемся в существовании, в котором, что бы мы ни делали, мы умрем. Мы уже изначально все равно, что мертвы. Наше существование характеризуется неизбежностью и смертностью. Но Христос показал нам, что значит быть Богом. Тем, как Он умер, будучи человеком, отказавшись от жизни с любовью ради нас, показав нам путь жизненный и освободив нас от страха смерти, что мы можем теперь последовать за Ним, используя наше дыхание жизни, чтобы прожить жизнь жертвенной любви, жизнь, которая есть в жизни самого Духа, жизнь Бога. Добровольно следуя за Ним, неся свой крест, мы можем превратить неизбежность и смертность своего существования в свободу и жертвенную любовь, в саму сущность Бога. Таким образом, смерть, которую мы внесли в мир, как я сказал, переворачивается наоборот. Теперь она превращается в путь жизни, страдания, болезни и смерть, которые на одном уровне действительно происходят от нашего греха, на другом, еще более теологическом уровне, воспринимаются как средства, с помощью которых Бог тренирует нас, делает из нас человеков по своему образу и подобию. Мы можем говорить о терапии болезни, не о том, как мы лечим болезни, а о том, как заболевания лечат пациента. Ириней сказал, что есть два вида знания. То, что мы получаем через опыт, и то, до чего мы доходим через убеждение. Только благодаря опыту язык узнает горечь и сладость. Точно так же мы можем узнать, что такое хорошо, это благопослушание, что является жизнью, познав и добро, и зло. Зло — это непослушание, то есть смерть. Чтобы мы были способны отбросить зло и остаться верным добру. Таким образом, познав и то, и другое, отбросив непослушание благодаря раскаянию, люди становятся все более стойкими и стойкими в богопослушании. Но если кто-то пытается избежать познания и того, и другого, и двойственную способность знания, он забывает. Он забывает самого себя и убивает человечность. Иринея приводит пример Иону, чтобы это описать. Согласно Божьему плану, Кит поглотил Иону не для того, чтобы он погиб, а для того, чтобы, будучи выброшенным, он был более послушным к Богу. И восхвалял таким образом того, кто его неожиданно спас. И Иринея продолжает. Это номер 3 и 4 на вашем листочке. Иринея продолжает. Так и в начале Бог попустил человеку быть поглощенным великим китом, который был виновник преступления, не для того, чтобы поглощенный всецело погиб, но предустрояя и предуготовляя план совершенного словом спасения через знамени Ионы для тех, которые одинаково с Ионой мыслили о Господе и исповедались и сказали, «Я раб Господа, и что Господа Бога Небесного, творившего море и сушу». Он сделал этого для того, чтобы человек, получая от Бога неожиданное спасение, восстал из мертвых и прославлял Бога и повторил сказанные пророческие Ионы слова. «Я вызвал Господа Богу моему скорби, и Он услышал меня из чрева ада и всегда продолжал славить Бога и непрестанно благодарил за полученное от Него спасение, дабы никакая плоть не хвалилась перед Богом. И чтобы человек никогда не возьмел противного мнения о Боге, думая, что нетление принадлежит ему собственно по природе и, уклонившись от истины, не хвалился в суетной надменности, будто он был, естественно, подобен Богу». Таким образом, для Иринея Бог с самого начала нес человечество, даже тогда, когда Кит поглотил человека. Но поступая таким образом, Бог предуготовил план совершенного словом спасения через знамение Иоанна. Это уже дано человеку, и хотя и неведомо для него, до воплощения. Люди получают неожиданное спасение, неожиданное, но предуготовленное Богом. Иринея продолжает. Это цитата номер 4. «Поэтому Бог терпел это из-за нас. Получив учения во всем, мы могли отныне быть более ответственными во всех вещах, научившись любить Бога в соответствии с разумом, мы могли бы остаться в Его любви. Бог проявляет терпение в отношении отречения людей от веры и людей, учась на этом, как говорит Пророк, «накажет тебя нечестье Твое». Бог долго терпит, как говорит Иринея, в то время как мы узнаем на своем опыте свою слабость и смерть в своем неблагодарном вероотступничестве, пытаясь жить согласно своим условиям. Бог долго терпит, зная, что, пройдя через опыт смерти и получив неожиданное спасение, мы все больше будем благодарны Богу, готовы смириться с вечным бытием, которое может дать только Он. Таким образом, можно полностью познакомиться с силой Божией, будучи превращенным в ничто, в земную пыль, люди в то же время узнают о своей полной зависимости от Бога, позволяя Богу трудиться в них и через них использовать свою силу в них, как в получателе всех его трудов. Для меня самое удивительное – это то, что и поглощение человека, и его спасение проявляются одновременно в Ионе. Иона – это символ, изменяющийся в себе человечество. Подведем итоги. Таким образом, линия единственного Божьего плана идет от Адама до Христа. Это не план А, а план Б. Вдувание дыхания жизни через смерть к Святому Духу. Это Божья педагогика, доводящая нас до высоты Христа, создающая людей по своему образу с милосердным и любящим, а не с каменным сердцем. Это позволяет учиться долготерпению, не доверять себе, знать, что жизнь происходит не от тела, а от Бога, узнавать свою действительную зависимость от Бога, подталкивать нас к молитве, сочувствовать другим и разделять общую человеческую уязвимость. Страдания этой жизни ведут нас, таким образом, к смиренности, которой мы полностью и окончательно учимся в могиле, когда мы, наконец, становимся глиной в руках Божьих, и Он теперь может сделать живого человека. Лучшее определение человека, что я находил в Писаниях Отцов в Церкви, это цитата номер пять, письмо апостола Варнавы, «Ибо земля, страждущая, означает человека». Самое лучшее определение, я считаю. И если это действительно так, то мы можем сказать, что мы можем радоваться в надежде. Цитата номер шесть. «Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы прерывыточная сила была приписывана Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняем, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Незлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мёртвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Если всё это так, и это так, то, возможно, мы можем начать понимать, насколько большие изменения происходят в последнее время в понимании жизни, болезни, смерти, о чём я говорил вначале. Если мы не знаем, что жизнь приходит через смерть, наши горизонты становятся направленными внутрь, а жизнь становится прожитой для себя, для своего тела, для своих наслаждений, даже если мы думаем, что мы верующие или что мы растём в своей духовной жизни. Если мы думаем, что лечение Христа, великого исцелителя, подобно тому, что предлагает современная медицина, со своим собственным священником, врачом, то мы никогда не увидим дальше своего горизонта. Мы по-прежнему будем блокировать смерть в поле своего зрения и не будем помнить, что значит быть человеком или точнее стать человеком. Мы убиваем, как сказал святой Ирине, человека внутри себя. Поэтому я утверждал бы, что одна из главных задач, стоящих перед христианством в нашем времени, это не просто проповедовать веру во всё более обмерщённом мире или просто проповедовать радость и надежду, надеясь, что всё поменяется к лучшему. Но на наших условиях, когда мы побеждаем всё больше и больше болезней. Но скорее, наша задача изменить предпосылки, которые сделали этот мир таким. Мы должны вернуть смерть, точно так же, как мы в последние десятилетия вернули рождение. Десакрализация начала и конца жизни ведёт к гедонизации жизни, где болезнь, страдания и смерть оставлены без какого-либо внимания и особенно без надежды. Мы можем пытаться отрицать это всё, но тот факт, что мы являемся воплощёнными существами, означает, что мы не можем делать это вечно. Цитата номер 7, последняя на листочке. Эрве Жуэн, появление тела. Только тело помнит, что оно тленно. Оно одно связывает нас своими ограничениями, с нашей последней границей. Насколько ещё? И даже если, особенно если тело забудет, то только тело остаётся для нас единственной преградой на пути становления Богом, для себя и для других. Как я уже сказал в начале, мы в кризисе, мы все это знаем. Может быть, теперь мы видим, что истинная причина кризиса не зависит только от нас самих, от того, что, возможно, мы приняли неправильные экономические решения или социальные программы, или что бы то ни было. Мы скорее помещены в этот кризис самим Христом. Как он сказал перед срастями, ныне суд миру сему, или, если перевести дословно, то ныне кризис миру сему. Нам брошен вызов видеть жизнь и смерть иначе, чем нам бы, возможно, хотелось. И этот переворот с ног на голову чувствуется сегодня больше, чем когда-либо. Суд над нами, как это было всегда, зависит от того, как мы ответим на этот вызов. Но теперь мы можем ответить надежде. Спасибо большое. Спасибо, отец Джан. Before we proceed with the questions, you can just put these headphones. Choose channel number one, please. Good. So we have time for two short or one longer question. Does anybody here have questions? Когда я говорю и нет вопросов, это либо потому, что все абсолютно ясно, что я сказал, и поэтому не нужны вопросы, или никто не понял ни слова из того, что я сказал за этот час, и поэтому нет вопросов. Надеюсь, это что-то между этими двумя вариантами. Спасибо большое. Мне очень понравилась ваша речь, и мой вопрос касается теологической перспективы потери. Когда вы говорите, это говорит о нашей смертности, о нашем собственном восприятии, а что касается последних случаев в Великобритании, когда там дети, жизнь которых была закончена врачами, а родители были против этого. Что вы об этом думаете? Это показывает, что современная медицина это меч с двумя концами. С одной стороны, современная медицина, она удивительна в отношении того, что мы смогли сделать для того, чтобы увеличить прожительность жизни, все то, с чем прошлые поколения боролись, и что могло бы истребить население в прошлом, но в то же время это позволило нам спрятаться от факта, что мы смертны. То, с чем врачи борются сегодня, это вопрос смертности, я бы сказал. Их задача сохранять жизнь так долго, как это возможно. А сто лет назад или раньше задачей врача было также сделать конец жизни хорошим. Я не говорю здесь об эвтаназии, я говорю, что жизнь, она временная, и окончание этой жизни нужно сделать как можно более хорошим, чтобы вокруг человека были члены его семьи, например. Но в современных больницах, когда врач исчерпал все свои возможности для сохранения жизни, то он уходит из помещения и оставляет все это дело сестре, медицинской сестре. Поэтому это действительно меч с двумя концами. мы, наверное, в данном случае сделали шаг еще дальше. В данном случае врачи сказали, ребенок должен умереть. В то же время вся семья пыталась сделать все, чтобы ребенок остался жив. Мне кажется, что причина этой позиции это то, что мы не видим в современном мире больше смерти. Мы не видим, что наша жизнь это что-то большее, чем просто дыхание. я действительно убежден в том, что то, что мы не видим больше смерти, да, конечно, даже сейчас происходят войны, катастрофы, крови проливается много в мире, даже в современном обществе США. Но мы не видим естественного окончания жизни, которое мы увидели бы всего несколько поколений назад. это очень изменило наше существование в мире, и это самое большое изменение в истории человечества, потому что до этого все поколения, все культуры должны были заниматься, сталкиваться напрямую со смерти, а мы не должны сталкиваться с ней. И это очень сильно изменяет наше отношение к реальности. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ